Великая и могучая Австрия в новом DLC на Херцуфверен 4. Я сделал ее реально Великой Австрийской Империей, покорив и занационализировав все немецкие территории. Ну а теперь следующий этап, который вы поддержали, это все-таки восстановление Австро-Венгерской Империи. Хоть мы и победили Ось, и Альянс Советского Союза, сделав мощные и сильные центральные державы, главная цель создания Австро-Венгрии не выполнена, а вдобавок, чтобы не просто так сидеть и делать Австро-Венгрию, давайте разберемся с союзниками, тем самым покорив за маленькую слабую Австрию со старта все основные великие державы. И в какой-то степени отомстим за поражение в Первой мировой, разрушив и Францию, и британцев. Сейчас как раз буду улучшать нашу армию. Вдобавок к этому активно развивать наши спецпроекты открывается уже реактивный перехватчик. Здесь скоро откроется сверхтяжелая гаубица. Постараюсь за эту серию показать вам немалую часть доступных уникальных экспериментальных проектов, чтобы мы все-таки их смогли заценить. Ну а если вдруг пропустили первую и вторую часть, то зацените, ссылки на них будут в описании, чтобы понять, как мы с маленькой Австрией на историческом режиме добрались вот до таких вот прекрасных границ всего за 7 лет со старта. А сейчас давайте. Пойду реформировать нашу армию, налаживать производство, закупаться ресурсами и готовиться к будущей битве, которая начнется из-за Швейцарии. Только напав на нее, мы как раз получим и Францию, и британцев своими противниками. Так что это идеальная цель. И вау, как это интересно. Смотрите-ка, я понизил уровень Югославии, и сразу же она стала интегрированной, и даже не надо доводить до аннексированной территории. Сразу же ноли здесь. Воу, то есть нам, по сути, надо добрать их до интегрированной марионетки, накопить 50 политки на это прожать, а потом еще 300 здесь, и мы можем сразу же их интегрировать. Интересно сделали. Вот она теперь Австрийская Югославия, более свободная. А тут у нас победа союзников. Все. Япония теперь американская. Вдобавок к этому еще отдельная демократическая Япония. Здесь выделена чисто на островах так. Китай теперь един, всех победил. Маньчжурия теперь китайская. Ну и да, альянс союзников разрастается. Хоть и с небольшим опозданием, но в сентябре 43-го начинаем исследование ядерного реактора. Также я сейчас улучшенные огнеметы исследую, новую технологию, которой раньше не было, и сделаю лучшие огнеметные танки. Заценим как можно больше всякой техники. Вдобавок к этому еще и, смотри, Болгария с нами заключает пакт, благодаря которому мы получаем темп исследования, производство и скорость строительства. Красота. Все, мы с вами открыли гаубицы. Вот она теперь сверхтяжелая гаубица. 45 единиц на производство. Но зато у нее хорошая противопехотная атака, а также доп. сопутствующий ущерб. И даже бронебойность есть. Можем сейчас посмотреть, если добавим в обычную пехоту. Смотри, три сверхтяжелые гаубицы. У нас атака просто на 60 единиц вверх сразу же. И на эти три гаубицы нам надо аж тысячу человек. Вот это, конечно, мощно. Неплохой такой аналог, знаешь ли, артиллерия. Правда, вот проблема в том, что он реально дороже, хотя по сравнению с обычной артой, дает всего 15 единиц противопехотной атаки. Но другие показатели, бронебойность, а также сопутствующий ущерб, делают эту гаубицу хорошим аналогом, а также дополнением. Поэтому давайте, наверное, начнем ее сейчас тоже производить. Жаль, ее нельзя никак модернизировать, но вперед. Давайте две линейки их возьмем, и пусть понемногу их запасы копятся. О, брюссельский договор подписан, и часть стран покидает союзники. Ура, это даже для нас хорошо. Теперь никто в Южной Америке с ними вместе не состоит в альянсе. Ирландия также вышла. А это хорошо, потому что что с Аргентиной, что с Бразилией, скорее всего, тоже бы пришлось сражаться. Они были бы великими державами атак, их меньше. И обнаружены... что? Налеты противника? Зачем? Почему? Мы не сражаемся? Какой налет противника? Игра? Ты чего? То есть, не будучи врагами, мы все равно можем устроить налет, учитывая, что у нас еще и правопрохода, и мы вроде как, ну, хоть немного, но дружим. И он не один такой, еще и здесь, и здесь, и здесь. Эм, или это союзники просто так навекают на то, что стоит нам начать конфликт, они сразу все это разбомбят? Да. Неприятненько так. Ладно, надо сейчас будет авиацию поднимать, я этим как раз и занимаюсь, уходя все в новое и в новое исследование. Надо уже открывать совершенную авиацию и доминировать в небе. На суше потому, что уже неплохо. У нас копятся гаубицы, огнеметные танки, обычные танки, зенитные самоходные установки, и благодаря этому живем. Кстати, по поводу шаблона, надо будет сюда добавить обычный танк, смотри, сразу же как характеристики от него подрастут, ну, нам еще надо чуть-чуть подкопить его, и сюда еще огнеметные добавляем, также добавляем сверхтяжелую артиллерию, и вы посмотрите, 300 атаки, 400 обороны, прорыв в 208, броня в 73. Ну и дивизия, конечно, не дешевая, но я думаю, оно того стоит. Правда, все-все-все еще надо собирать до конца. В сентябре 44-го начинается Великая Битва в Китае, Ком Китая против всего остального Китая, и шансов у него на самом-то деле маловато. Армия маленькая, так еще и границы явно неудобные. Видимо, у нас будет единый, сильный гаминдановский Китай в этой реальности. Я же наконец-то докачал почти все технологии для авиации, сможем уже сейчас ее производить, и активно подвожу вассалов к интеграции. Я специально их пока не интегрирую окончательно, хочу более-менее все одновременно сделать, чтобы нам не надо было давить там повстанцев долгое время, и сразу же могли поражать решение. Благо, политка пока копится, просто заранее накопим, чтобы потом раз-раз-раз-раз-раз, и все, поражать, и сразу же восстановить Австро-Венгрию. Воу, смотри, как глава Бельгийского Конга обращается к нам с интересным предложением. Конголезская урановая сделка. Получаем скорость следования, строительство и прогресс. Ядерного исследования 25% Конечно же! Давай! Для нас это очень приятно, так как ядерку мы уже в скором времени так завершим. Ура! В марте 45-го открыли ядерный реактор, я, конечно, понимаю, что это очень поздно, а самое печальное, что мест для строительства почти нет. Придется строить прям у воды. Ну, правильно, чтобы есть катастрофа, то сразу же в воду все сбросить, и проблемы не только у нас будут, а у всех. Отлично, давайте запускаем теперь строительство. К лету 45-го мы закончим. Примерно к этому же времени у меня накопится 1200 политки, и я смогу сразу же все четыре страны прибрать к себе, а именно Югославию, Венгрию, Богемию и Румынию. Все эти четыре страны объединим, и сразу же сможем прожать решение. Все, наконец-таки нужная политическая власть есть. И давайте сразу же Румынию забираем под себя, Югославию, Венгрию, ну и Богемию. И нам, наконец-таки, доступно решение на восстановление Австро-Венгрии. Все, Австро-Венгрия сделана. Теперь у нас больше фабрик, больше людских ресурсов, огромное количество армии, которое нам не нужно, если быть точнее 244 дивизии, в два с лишним миллиона, да? И я их не могу распустить. Почему? А потому что здесь есть какие-то спецвойска, которые, да, не распускаются. Ну что ж, ладно, погнали понемножечку. То, что можем убирать сначала. Нам все равно такая армада не нужна. А, вот эти вот три дивизии невозможно. Все. Остальные, да, можно распустить. О, шесть миллионов рекрутов теперь. И больше никаких новых решений у нас с вами нет. То есть мы не можем претендовать на те же самые польские территории, которые вот здесь вот когда-то были нашими. У нас нет претензий на прошлое, назовем это так, территории владения, которые для ачивки старой нужны. Только лишь эти земли. И новые фокусы или какие-то решения на захват нам тоже не дают. То есть здесь такая минимальная Австро-Венгрия. Но учитывая, что у нас немецкие земли, национальные, это уже неплохо. Теперь все. Некуда откладывать. Мы стали наконец-таки мощными. Пора выдвигаться в бой. И открыли наконец-таки нормальные самоходные сверхтяжелые гаубицы. Еще больше показателей. И мне просто интересно, я также могу их в пехоту, да, разместить? Да. Их также надо три штуки, но характеристики просто взлетают. Правда, не сказать, что сильно. Всего 15 вроде бы против пехотной атаки, но доп сопутствующий урон тоже увеличивается. То есть можно еще больше увеличить атаку. Правда, они не дополняющие друг друга, а взаимозаменяющие. Так что вы либо просто ставите сверхтяжелую артиллерию, либо самоходную сверхтяжелую артиллерию. И то, и то в одну дивизию, к сожалению, не разместить. В январе 46-го проект атомной бомбы готов. И все. Теперь у нас каждые 30 небольшим дней будет готовиться новая атомная бомба. Правда, еще есть и термоядерная. Но до этого еще надо добраться. Как видите, в физике у нас как раз доступны и термоядерные бомбы. Есть также коммерческий ядерный реактор, который будет вырабатывать электроэнергию для гражданской экономики. И еще ядерные двигатели и боеголовки. Но тут уже время исследований, видите, в 1350 дней. Хотя бы обычная ядерка уже есть. И смотрите, ядерные налеты. Если мы теперь захотим и будем иметь стратегические бомбардировщики, то сможем вдарить по противнику. Поэтому, думаю, пора. Все ресурсы почти под нашим контролем. Разве что вольфрамом надо будет закупаться. Но, к счастью, Швеция нас пока попридержит в этом деле. В армии у нас 2 миллиона солдат с вот таким вот шаблоном. Он не самый лучший, но я думаю, против искусственного интеллекта хватит. Плюсом к этому у нас авиация. Сейчас вам покажу наш самолет. Вот такой вот. Сделан основной воздушную атаку, чтобы защита была и маневренность, и дальность нормальная. Несколько тысяч таких самолетиков готовы ворваться в бой. Поэтому погнали. Нападаем на Швейцарию. Цель, конечно же, аннексия. И я не думаю, что здесь имеет смысл атаковать. Скорее мы всего просто пообороняемся. Да, все, все заступаются. И сразу же атаки пошли. Но шансов у них не было. А вот у нас, смотри-ка, воу. Сверхтяжелый танк, во-первых. Во-вторых, посмотри, как уверенно прорываемся. Я думал, будет хуже, но нет. Смотри, даже швейцарские горы. А дело в том, что броню наших дивизий не пробивают. И это дает нам хорошие шансы на победу. Вперед, вперед, вперед. Воу, все, Нидерланды минус. Мы сейчас здесь еще закатлим всю эту армию. Посмотри, сколько дивизий. Просто только конфликт на часа. 9 тысяч против миллиона. Что? Офигеть. 658 тысяч Швейцарии. 100 тысяч здесь, 60, тут, 13, 25, 29. Воу. Вот это мы уверенно начали. Более того, мы зачем-то теперь еще атакуем и французов. Не знаю зачем, но мы это делаем. И мы это успешно делаем. Фух, ладно, здесь разобрались. Выстку делать пока рискованно. Флот большой по поводу налетов. У них шансов особых нет. Преимущества мы держим. Поэтому можно за это не переживать. Единственное, что меня радует, так это... Да. Вот эти вот дивизии, которые теперь готовятся высаживаться. Вы серьезно хотите высадиться в эти регионы? Ну ладно, высаживайтесь. У меня есть армия в 24 дивизии, которая вас с радостью сдержит. А тут давайте немножко с Люксембургом повеселимся. Я думаю, самое время этим заняться. Как раз его под свой контроль тоже захватить. Добавок к этому, из-за конфликта мы теперь можем заново интегрировать территорию Альп. Давай, новые национальные территории, это хорошо. И по уникальным проектам у нас теперь должны быть доступны, да, сухопутные крейсера. Нам, правда, еще на них надо немножко подкопить, потому что они требуют три уровня. Но я именно по технологиям открыл их. И у нас теперь дополнительные разработки для сухопутных крейсеров есть. Рано или поздно, я надеюсь, мы их воплотим. А пока все хорошо, в том числе и в воздухе, вы посмотрите. Вообще без потерь уничтожаем вражескую авиацию. Ё-моё, 30 с лишним самолетов вражеских просто выкашиваем. Ну прекрасно же. А что здесь? Ничего себе, нас сдерживают. А, не, не смогли. Все, Люксембург минус. Но мы же, ну, кстати, да, держатся. Там неудивительно, там 10 уровень укрепов. Мы, конечно, немного атакуем, но это почти бессмысленно. Зато вот здесь вот уже через швейцарское плато прорываемся, швейцария капнула и все, и все. А, кстати, прорвались и здесь. Вау. Мы все-таки мажино прорвали. А пропишем очень интересное дело под названием «Возможно сделать котел». Да, все, посмотрите. Котел как раз-таки под мажино. Где-то соточка дивизии почти закрыта. Так, внезначай. Можем себе это позволить. Ну и все. Все, Франция теперь будет уничтожена. Если что, мы сражаемся сами. Дивизия вассалов просто чисто для вида здесь присутствует. И да, мы реально дожимаем мажино. Ну а что, чтобы все их дивизии были уничтожены. А по потерям, да, из-за пробивки мажино немножко растет. Но уже 2 миллиона на 80, 90 тысяч. Это же какая жесть. Ох. Мы, видимо, слишком хорошо раскачались. Все, последние деньки Франции. 3 миллиона потерь, потому что мажино закрыли. 1 к 30 у нас, по сути, потери. Это все чисто на автоплане. Притом 1 миллион 200 швейцарцев. Здесь миллион французов уже. И давайте. Последние деньки. Ну все, ну все, ну капитулируй давай. Все. Франция тоже капитулировала. Дожимаем сейчас оставшиеся дивизии американцев. И тем самым 124 тысячи на почти 4 миллиона солдат. Смотрите, по миллионам просто поуничтожали. У нас до сих пор всего 129 дивизий против тысячи почти. Но нас это не останавливает. Мы сильнее. Теперь надо, конечно, разбираться с кораблями. Но для этого у нас есть авиация. Давайте понемножечку сейчас начнем разбираться еще и с этим. А тут. Ух. Ух. Немножечко бомбят, да? Но не страшно. Балканы потерпят. Открыл очень интересный фокус еще, который у нас есть. Это вот здесь. Вот королевские научные гранты. Во-первых, прорыв. А во-вторых, двух ученых уникальных. Плюсом еще и развитие авионики. Специальные проекты самолетов быстрее, авиационные объекты тоже быстрее действуют. Правда, вопрос, где эти ученые? А вот, все. Они просто через ученых. Вот. Специалист на радарку, специалист на управляемую бомбу. Третьего уровня сразу же. Ух. А давай заменим. Все, пусть здесь специалист своего дела сидит. Здесь, правда, четвертый уровень уже, поэтому здесь его оставим. Нам получается, да, просто двух специалистов сразу же на авиацию дали. А неплохо. Правда, еще и танки, и все остальное есть, но там уже наши раскачались. Самое приятное, что у нас наконец-таки пять ячеек исследований, и мы можем постепенно догонять весь этот мир. Если что, да. Я до сих пор по технологиям, по многим, отстаю. Не все исследовано тут. Не все роты обеспечения, артиллерия и прочие допки не до конца. Но все равно это не мешает нам побеждать. А сейчас давайте призовем к этой битве Турцию. Я думаю, она давно этого ждала. И вперед. С ее земель сейчас прорвем. И, надеюсь, дойдем до Каира. Канал под свой контроль возьмем. Ух, да вы посмотрите просто. Мы серьезно рвем, 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 рвем. Все, берут уже наш. В Дамаск здесь заходим. Да, никаких шансов. Все. Сейчас еще вот здесь вот можно было бы и котел сделать. А давай, кстати, сделаем все. 25 дивизий вражеских просто закрыты сейчас будут. Да. Кажется, не такого они ждали. О, здесь небольшая выставка. Кстати, интересно. Здесь еще... Во, вот это красиво. Не спорю. Давай закроем. На самом деле нам только в плюс от того, что они это сделали. Ой-ой-ой-ой. 8 дивизий здесь прикрыли. Так, подожди. Вот это вообще не прикольно. Ну-ка давай на границе. А эту армию давай отправим на поддержку. И спасем все-таки Турцию от уничтожения. А то, я думаю, она не справится с этой армией. Вперед. За это время здесь прорываемся. Давай еще котел. Придержи-ка немножко. Все, готово. И здесь надо сразу же на тот берег. Как можно быстрее, чтобы они просто не укрепились на той стороне. А то нам потом будет сложно прорываться. Так, здесь что у нас? Армия прибыла. Но ее маловато. Не хватает, да, для прорыва. Давай еще одну армию. Вот сюда. Вот. Также уничтожать все это добро. Вперед. Все. Теперь уверенно прорываемся. Не уничтожат они нашу армию в котле. Пусть даже не надеются. А здесь? Да. Мы прорываемся. Или нет все-таки? Кажется, нет. А нет. Прорвемся. Прорвемся. Вот здесь вот сейчас. Порт Саид. Должны, должны, должны. Просто снабжения здесь очень мало. Ладно, продолжим атаку. Здесь разобрались. Пять с лишним миллионов потерь. Ух. Вы просто посмотрите, сколько уже Греция и Турция успела потерять с Болгарии. Хотя конфликт только начался. Так. Ну и да. Двести с лишним кораблей. Это будет очень долго и мучительно. Ура. Они смогли это сделать. Их выбили, но потом опять смогли. Все. Мы прорвались. Под вынужденными атаками. Все. Сейчас выкинем отсюда союзников. Вообще прекрасно. Уже будем контролировать пролив. И как же это красиво. Как же это хорошо. Все атаки зеленые. Ух. Возрождаем Османскую империю. Ну а что это? Центральные державы. Да и без Великая Османская империя. Непорядок. Здесь я беру многозарядные крупнокалиберные орудия. Я, кстати, так и не понял, что это. А, это укреп. Разгоняет снаряды. А что нам это даст? Мне вот просто интересно. Вот я построю его сюда. И что нам это добавит? Я, кстати, ничего не строю. Запускает их по отдельным целям. Ну давай проверим. Многозарядная силовая установка. Что это вообще такое? И очередные высадки закрываем. Все новые, новые, новые. От союзничков. Но я не знаю. 17 дивизий. Они же сейчас все просто полягут здесь, да? Вы посмотрите. У них уже меньше 300. 294 дивизии. Сейчас еще все это до конца закроем. Подожди. Я сказал до конца закроем. Нет. Никакого ты не отплывешь. Все. Уже 275. 6 миллионов потерь. Нормально так, знаете. Или здесь, если что, тоже дожимаем их сейчас. И до конца уничтожим. Правда, я не знаю, им дадут уступить или нет. Вот в чем вопрос. Надеюсь, что нет. Они отдают. Ладно, тогда призываем к оружию нашу Ливию. Все. Армия полностью уничтожается. И вперед дальше. Двигаться сюда. Закроем здесь тоже остаточки союзничков. И тут уже их выбиваем из Египта. Давай Турции все новые, новые земли. Давайте немножко с Данией здесь еще разберемся. А то мне не очень нравится, что она мешается. И... О, Дания сдается. Отлично. Все. Здравствуй, наш новый вассал. Теперь хотя бы никаких проплывов не будет сюда. А то они в Кёнисберг до этого высаживались, мне слегка помешались. А теперь все хорошо. Датчане. Наши. Австро-венгерский протекторат. Притом нам предлагают здесь дружественное полномочное правительство поставить. Давай. Было бы неплохо, если бы нейтралы сюда пришли тоже к власти. Март 47-го. Можете заценить потери. 9 миллионов почти у противников. У нас 357 тысяч. И, конечно же, немалое количество наших союзников и вассалов. Но они еще держатся. И самое неудобное это прорываться сюда. Но у меня здесь более-менее есть авиация. Поэтому давайте сейчас вот так вот. И на превосходство в воздухе. И удар по надводным целям. Погнали. Немножечко поуничтожаем свои самолеты. Но и вражеский флот тоже здесь потревожим. Заставим его отправиться на ремонт. Ну и подсобим заодно тут смотри польскому флоту. Который, кстати, побеждает флот Нидерландов. Здесь тоже небольшая победа. Понимаю, что пока кораблики мои слабенькие. Но уже видишь, что кораблей вражеских осталось. Да-да-да-да-да. Мы заставляем их понемногу отступать. Проблема в том, что нашего флота не так уж и много, чтобы пробиться. Но это как-нибудь надо будет решить. Может быть, с помощью ВДВшников, кстати. Хорошая идея. Заценить высадку ВДВ. Сейчас как раз следующие технологии. Их и возьмем. Так, у нас теперь открылся еще термоядерная бомба. Неплохо. У нас теперь и те, и те есть. И сейчас я коплю как раз на сухопутный крейсер. Хочется уже его вести в строй. А тут нам предлагают коммерческий ядерный реактор. Давай. Мирный атом тоже будем осваивать. По ресурсам, кстати, все хорошо. По армиям тоже. Ощущаем себя прекрасно. Единственное, немножко контроля на воде не хватает. В сентябре 47-го решил разобраться с испанцами и заодно забрать Гибралтар. Тем самым часть флота союзников закроем. Добавок к этому исследованному ВДВ. Я сейчас их активно произвожу. И исследую межвоенный транспортный самолет. Попутно с этим уничтожаю вражескую авиацию. Конечно, с потерями для себя. Но самолетов скоро у противника не останется. Февраль 1948-го года. Наконец-таки я произвел в достатке транспортных самолетов. Давайте, кстати, еще соточку сюда разместим. Теперь у нас 300 транспортных самолетов. Готовы отправить наших ВДВшников вот сюда. Вот почему я не высаживаюсь? Порс, Мундувар. Так как уже года поздние, то здесь очень много вражеских войск будет стоять. Их можно, конечно, окружить. Но учитывая, что ВДВшники достаточно слабы, нам особо много не светит. Поэтому саживаюсь сюда. Вдобавок к этому, я еще и исследовал именно доктринку на спецвойска, на ВДВшников полностью. Чтобы получить как можно больше бонусов и сделать их посильнее. Понятное дело, что прям имбо-имбо они не стали. Но чуть-чуть себя поувереннее чувствую. Теперь нам надо преимущество взять в регионах, чтобы пробраться. Для этого мы берем сразу же сюда. Ставим 1700 авиации нашей сюда. Я думаю, 500 вполне себе хватит. И давай преимущество в этом регионе. Все, сразу же прожимаем высадку еще сюда. И на медленном времени наблюдаем. Нам показывают, что преимущества нет. Подожди, как так? А, он сразу же 5000 выставил. Воу. Он, видимо, ждал этого. Тогда уходим пока в этот регион. Сражаемся здесь. Видишь, у него уже авиации нет. Он и отсюда ее убрал. Молодец. Сразу же резко переставляем сюда. И преимущество на нашей стороне все. ВДВшники пошли. Наблюдаем, наблюдаем. Отлично, контакт есть. Единственное, что они не полностью оснащенные сюда попадают. Немного потревоженные, но с этим ничего не поделать. Хотим мы того или нет, нам все равно надо выбиться сейчас. Со всех сторон закатлить и уничтожить эту армию. Давай на вынужденной атаке. Вперед. Наша цель достаточно проста. Любой ценой уничтожить все. Красота. У нас теперь есть плацдарма. Это означает, что мы можем нашу основную армию отправить сюда на поддержку. Вперед на прорыв. Еще здесь где-то армия была. Вот это вот тоже сюда. И также на прорыв. Уругвай в союзники вступил. А мы с вами здесь армию привели. Все. Ставим на атаку. К сожалению, сломалась атака из-за того, что линию подвинули. Обратно ее возвращаем. Его тоже сюда. И вперед. Действуйте теперь. Все. Наша основная армия себя уже показывает, как ты видишь, вполне себе успешно. Прорываемся к Лондону. Все. Лондон захвачен. 18 марта 48-го. Даже без преимущества на воде мы сделали все то, что нам надо. С попытки номер два вышло лучше. Потому что высадился пораньше и... Фух. Ох. Нет. 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 Знаете, что самое печальное? Сюда начала вступать всякая мелочь. В том числе Уругвай, Куба и, скорее всего, Аргентина потом вступится и Чили и прочие страны. Тут, конечно, Бразилия уже свой Альянс создала, это в плюс. Но при всем при этом великие новые державы, да, в Альянсе появятся, скорее всего. Пока только американцы. Но потом, скорее всего, будут еще и другие. И это неприятно. Но мы здесь справились. 800 тысяч против... Сколько там британцев? 2,8 миллиона. Но, по большей части, это они в высадках ранее теряли против нас. Очень много, конечно, потопили. Дивизии страдают. Но территории наши. Британцев мы, наконец-таки, уничтожили. И я считаю, это хорошая нота для окончания данного ролика и прохождения. Этакий полуоткрытый финал, где будет продолжаться битва двух великих альянсов. Центральных держав, которые контролируют почти всю Европу. Немалую часть Азии. И союзников, которые засели у себя тут на островах, в Африке немножко, в Индии. Откуда, кстати, их несложно выбить. Взял, зашел в Китай. А либо же в Иран и Афганистан, и вот уже Индия. Все ее территории, все ее ресурсы наши. Да и также достаточно легко и просто высадиться в Японию и выкинуть ее. Потому что тут даже кораблей нет. Да и по авиации здесь тоже противник ничего не держит. Здесь есть возможность легко ВДВшниками также и Японию подорвать. Но самая основная цель этого прохождения в создании Австро-Венгрии я выполнил. А уже месть французам и британцам. Это такая вишенька на торте. Просто небольшая добавочка. Мощная, сильная держава. Хорошее древо фокусов, которое еще, кстати, до сих пор у нас не закончилось. Но я, конечно, какое-то время просто сидел без фокусов. Поэтому дело возможно в этом. Но это имба, конечно. Конечно, не сложно разобраться с немцами. Очень много вассалов дается. Не сразу же ты получаешь все национальным. Но постепенно, что Германия вся станет твоей национальной. Что здесь большая часть территории национальной. Возможно, я бы хотел дополнительных миссий на национализацию других территорий. Как раз продвижение сюда. Может быть новые какие-то миссии и решения на вассализацию. Тоже было бы неплохо. Но и сейчас. Ладно, сойдет. Давайте будем честны. Хороший путь. По поводу, кстати, установок с многозарядным крупнокалиберным орудием. О которых я вот этих вот спрашивал. Что это такое? Это, назовем так, снаряд. Который ты можешь отправить в регион. И он в этом регионе будет уничтожать противника. Сражаться, видимо, в битве. Наносить урон. Как раз авианалет. То есть теперь можно вместо фабрики построить оборонный такой комплекс. Который тебе и в обороне поможет. И в атаке тоже неплохую роль сыграет. Ну и, конечно же, экспериментальные исследования. Моё почтение. Приятная механика. Конечно, не сказать, что она прям много играет против ИИшки. Но как дополнение. Что-то новое, необычное. Вполне себе. Я до сих пор не все исследовал. Но основные наземные решения. Физики тоже. Потихонечку все взял. Надеюсь, данная партия вам понравилась. И вы поддержите как этот ролик с своим лайком. Так и другие пересмотрите. Чтоб там тоже просмотры постепенно копились. А также напишите в комментах, за какую страну и с какой целью вы хотите увидеть ближайший ролик. Постараюсь его для вас реализовать как можно быстрее.